Повысить интерес пишущей братья города над Богом к почтовому ведомству, чтобы через журналистов познакомить брещан с деятельностью предприятия Белпочта, с новыми открывшимися отделениями, услугами, направлениями деятельности и объектами. Цели, которые поставили перед собой организаторы пресс-тура. Такой необычный экскурс в мир корреспонденций, газет, конвертов и писем с разными вестями в преддверии праздничной даты весьма уместен. Почта работает практически круглосуточно. Мы днем оказываем услуги населению, а ночью перевозим почту, сортируем почту, довозим ее до районных узлов почтовой связи и на утро опять свою стезю раздаем ее по доставочным участкам, по отделениям почтовой связи и все, что принято накануне, уже идет в доставку. И вот этот непрерывный процесс не завершается. Он ежедневный, он круглосуточный. И, в принципе, этими процессами мы ускоряем сроки доставки почтовых отправляем и обеспечиваем выполнение государственного стандарта, который сегодня для почтовой связи прописан очень жесткий. У нас доставка в каждый населенный пункт сегодня обеспечивается пять раз в неделю. И действительно, труд всех почтовых работников, офисных сотрудников, почтальонов, администрации требует немалых усилий, поскольку с ежегодным ростом абонентов формат работы предприятия претерпевает глобальные перемены. Компьютизируется база, вводятся новые услуги, открываются реконструированные отделения, среди которых объект «Почтовая лавка», являющаяся своеобразной изюминкой города. Это эпицентр собрания филателлистической и сувенирной продукции Бреста. Из многочисленных новшеств и нововведений особое место занимает объект «Бизнес-почта». Его деятельность позволяет в кратчайшие сроки обработать корреспонденцию и направлена на работу с юридическими лицами. Также журналистам был презентован обновленный участок центральной доставки и сортировки писем, реконструированное и модернизированное отделение почтовой связи «Брест-13». Как и во всех других объектах, здесь, конечно, в первую очередь предлагаются наши новые услуги. Это экспресс-почта, это первый класс, это услуги линейки «Комфорт». И, соответственно, для удобства клиентов расширен зал, предусмотрено большое количество посадочных мест, но и в то же время работает терминар электронной очереди, что очень удобно сегодня для клиентов. И параллельно с этим в данном объекте почтовой связи производится обслуживание как физических, так и юридических лиц. Одной из передовых новых технологий, которые сегодня есть для обслуживания наших пенсионеров, дает возможность сегодня обслужиться в любом отделении почтовой связи, получить пенсию, независимо от места проживания. И это лишь малая часть проделанной работы Брестского филиала «Белпочты» за текущий период 2016 года. На предприятии отмечается динамика роста. В этом убедились собравшиеся журналисты, которые смогли не только сделать выводы, но и представить себя в роли работников почты, попав по ту сторону окошка. Оценивать деятельность предприятия не пришлось. Без сомнений, в стенах этого ведомства сделано все возможное не только для комфорта и уюта клиентов, но и для самих почтовиков. Наши работники постоянно общаются с людьми, предлагая им услуги, стараясь обеспечить доставку их почтовых отправлений, сообщений каких-то в указанные сроки. Наши почтальоны, работая на своих доставочных участках, часто общаются, постоянно общаются с людьми. Это пожилые люди, которым мы доставляем пенсии. Это наши постоянные клиенты, которым мы доставляем печатные средства массовой информации, посылки, почтовые карточки, открытки. То есть общение с людьми – это первое качество, которое приветствуется в нашей работе. Быстрота, надежность, доступность – это девиз республиканского унитарного предприятия «Белпочта», в который раз этот слоган подтвердил свою актуальность. Регулярно вводятся новые услуги, открываются новые отделения, проходят модернизацию старые. И останавливаться на достигнутом руководство не собирается. Рабочий персонал старается сделать все возможное, чтобы клиентам было приятно приходить на почту, чтобы ассортимент продукции радовал покупателей как ценовой политикой, так и многообразием выбора. А организация работы соответствовала современным реалиям.